Музей подводных лодок Объект 825 ГТС – это бывшая подземная база подводных лодок в Балаклаве. Секретный стратегический военный объект СССР времен Холодной войны, расположенный в Балаклавской бухте. Ныне он называется Музей Холодной войны. Во время Холодной войны там был склад боеприпасов к лодкам, а также происходил ремонт атомных лодок. На самом деле это очень уникальное место, которое я рекомендую всем посетить обязательно. Экскурсию можно взять как пешком, так и проплыть на экскурсионной лодке. Так что давайте вместе с нами, поплыли вместе на лодке, покатаемся! Музей 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 Его основное назначение, в случае угрозы ядерного взрыва, вот мы вот этой балке, которую мы знали, его надо было переместить влево и закрыть спортом, то есть предотвратить прохождение взрывной ловли. А значит, что в итоге сохранить находящийся внутри подводной ловли? Моряки его еще называли морская задвижка, то есть защитник. А внутри у него что-то есть? Он внутри пустой и разделен на сервис, чтобы придать ему дополнительную просьбу. Высота 14 метров, 6 на воду и 8 еще на воду. 150 тонн водоизмещения. Моряки называли еще морская задвижка. Называется заход. Вовремя успеть закрыть, ему надо было время обводить, за 10 минут. И вот, видимо, с помощью специальной посылки закрыть водка. Основная причина, по которой, собственно, было принято решение на строительство этого объекта, известный всему миру, в печати 2, ядерная бомбардировка американцев и японских городов Киросима и Нагаса в августе 45-го года. После этого нехорошего, так сказать, события, вообще по миру прошла волна массового строительства вот таких противоаторных сооружений. И Советский Союз тоже принял решение найти место для строительства такого объекта. И это место явилась Балатлавская бурта. Строительство началось в 54-м году. На тот момент здесь была маленькая рыбацкая передушечка, тихая, мирная. В 54-м году начали строительство и входит до 63-го года. Девять левков били эту сторону. В 63-м году объект был создан в шпортах. Почему именно была выбрана Балатлавская бурта? У нее есть три больших плюса. Во-первых, со стороны моря боль в Балатлавскую бурту не видят. Она, по-моему, напоминает английскую бурту Энсу. Ход справа выгибается, и со стороны моря боль в бурту сбивается под грех. Не знаю, что Энсу когда-то догадался этой буртой. Второе. В Балатлавской бухте, естественно, из глубины достигают 150 метров. Поэтому здесь не надо было везти в новых глубинках разы. Это тоже упрощается на реальный проект. Ну и в Балатлавской бурте никогда не бывает штормой. С двух сторон бухта закрыта гора. Если на море шторм, то есть максимум вариант. В итоге очень удобно. С 1963 года сюда захватят первый дизель электрический подводный лодку. Вот третья фотография по счету. Это всего здесь. Вот третья фотография. На своем вооружении они имели вот такие вот торпеды. Справа, 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 смещающая торпеда. Эти торпеды готовились для погрузки на подводный лодку. В конце коридора, справа, там, в минуторпедная часть находится. И там вот эти торпеды готовились для погрузки. В чем собственно суть? Для того, что двигатель торпеды использует для своей работы перекись водорода, сжиженный кислород и керосил. Вот в минуторпедной части, если не менее там находится, в минуторпедной части. Там они пополнялись этими энергокомпонентами. Там была еще такая ванная специальная, чуть больше по размеру, чем торпеда. Она была полна водой, а на дне была подсветная. И вот торпеду впускали в эту ванну и смотрели. Если пузырьков нету, значит герметически она правильно стоит. Проверяем на герметически. Такую процедуру моряки еще называли купальния торпеды. После подготовки этих торпед для погрузки, сюда подавалась небольшая шоопаржа с размером наших 2 ка. Здесь при выходе была хранпанка, она должна сделать как вот это. Но ее все время спилили, взяли металлоном. Я этого еще коснусь. И после погрузки 6 торпед готовых вывозились в двух турках. Для дальнейшей погрузки на подводной лодке. Они каждое стояли в своем пирсе. И грузились. Но я подчеркиваю ваше внимание. Я сейчас говорю о торпедах. Обыкновенной боевой части. Они грузились только ночью. По ночам. Потому что в 60-е последующие годы американцы уже располагали спутники. Держи. Могли с космосом наблюдать за тем, что это сделает за Бавокланская губка. В этом погрузках торпед с ядерными. С обыкновенной боевой части проводилась губка до ночам. Даже выключали на набережной двух сторон губки. В живых домах свет. Жили в танкировке. Незнающие люди начинали с телефона обрывать. Начинали звонить во все инстанции. Почему-то свет отключается периодически. Освещение. На другом конце провода сидел дядя в КГБ. И всем четко объяснял коротко. Никакие вопросы не задавать. Идет ремонт системы освещения. Все было строго. Под нами глубина не более 8 метров. Ваши единые каналы. Поэтому в подводные лодки сюда можно заходить только в надводном положении. Правую часть канала занимает сухой ток. Он сейчас тоже закрыт под опортом. Тоже мало размышлен. Вот на нем водолаз получил. С 61-го года бедня росли. Уже устал там. Сухой ток предназначен для ремонта подводных лодок. Для того, чтобы тот куда-то в него завезти, лучше тоже водой заходить. Тот опорта двигали влево. По помощи механика специального. И лодку заводили в сухой ток в надводном положении. Была специальная господинская команда. По 10 человек справа и слева. Они вдоль ток шли по дороже. И на швартовых концах протягивали лодку в ток. Картина по лодке на лодке в севере. Несмешно ради, чтобы вы понимали, как привязанно это будет. В лодку загинули. Мотофор на место. С герметичного патрового в дом. Включали на собственную станцию. Начинали откачивать воду. По мере откачивания воды, в лодке лодка естественно опусталась. И в итоге ложил их нищим на кирк-блодку. Никакие не представляли конструкции. Шесть штук. В виде буквы М. Шесть штук стояли на стену. И она на них получилась. Все это делается, чтобы у того, что находится водоложник. Наша горка отцентрована. Поставили на кирк-блодку. На откачивание воды уходило не больше четырех часиков. Потом начинался ремонт. Но ремонт плодки уходило не более трех метров. По окончании все делается в обратном порядке. В водопорте открывали чинистоны. Вода заполнялась в мой дом. Когда ее заполнялась в мой дом. Когда уровень воды выравнивался. В донке в канаве по восемь метров. Донку вытаскивали обратно. Кормой назад в двух. В 8 метров. Опять же по всем итогам. Длина полотока в 102 метра. На ремонт там можно было поставить вот одну водочку. Две уже не помещалось. Потому что здесь были два класса дизельных водок. Малого и среднего. Соответственно длиной до 56 и 76. Здесь тоже. Раз в три недели. Сейчас мы с вами заходим под мостик. Поэтому пожалуйста. Давайте. Потому что водорубь может его заломить. Он напрягается. Вот и живет. Справа от нас. На притомной площадке вы увидите интересную экспонацию. Это настоящий самоходный аппарат. Мокрого типа. Почему мокрого типа? Обратите внимание. Кабинка. Прозрачная кабинка. Она закрыта. Но не переметится. Это дело для чего? Когда вода уходит. Кабина. Кабина тоже заполняла жиростой водой. Но. Это придавало ему полевую плавучину. То есть не надо было использовать дополнительный баланс. Ну и как следствие. Хорошая маневра под водой. Прежде чем его отпустить на воду. На площадке. На тридцовке. Его садили два боевых площадка. И они заранее уже подключались до баланса. Посадили в кабинке. В ланках. Где даже стюмов и в масках. И пройдя по каналу. На этом аппарате. Два боевых площадка. Выходили в море. И так мы водой могли выйти в море. Оставляли его в прибрежной полотне. На дне. Ну на кубиках там до 10 метров. Под водой кабинку открывали. И его открывали. Кабинка. Перчатки возьми. Они могли незаметно подкрасться под водой. Коротка противника. Завинировать нищего. И на нем быстренько слинять обратно. С помощью таких аппаратов. Планировали осуществлять диверсию против кораблей. К счастью, после войны на Черном море боевых действий больше не было. Поэтому на этих аппаратах просто проходили обучение стажиров боевых ловцев. На случай, если вы выбрали локальникам СИГ боевых ученых. Этот аппарат называется Триптон. Сейчас мы с вами идем вдоль стены. Сплошной справа от нас. Молщина 2 метра. Деток. За этой стеной находился секретный центр. Площадь составляет 10-10 квадратных метров. Но ровно половина этого объекта. Ну, представьтесь, как площадка пустого стола. Там находилось оборудование, станки. Точно такое же. Точно такое же оборудование, как на верхах, что на московых водах деловки строили. Поэтому здесь можно было изготовить. Дыбу и деталь. Необходимо для ремонта подводных водок. Что-то пусто. Там сейчас пусто, да, я скажу. В процессе. В процессе. Там находилась столовая, раздевалка, сушевая. Работала свой человек по штату. Все они, конечно, давали подписку неразглашать. Это 20 контента ее цель. Не понимаете. Режим был. Но любое личное оброненное слово. Можно было угодить в Магадан. Но больше не было. Поэтому все было очень серьезно. По расчетам специалистов. Вот этот секретный цех. В случае угрозы ядерного взрыва. Мощь не позволяет. До трех тысяч человек. Можно было развернуть военный госпиталь. Там. На 100 поев. И мини-пекарню. Урганизовать. Были большие запасы местной воды. Рябка. Саводительная электростанция. По-моему. Даже система канализации. И вот по расчету специалистов. Эти люди. Которые там были. Управиться. Должны были прожить. В течение месяца. Без всяких связей. Если не было. В случае. Пробия этого года. По крайней мере. Этого месяца. Должно было хватить на то. Чтобы радиационная вырезка. Пропала. Хотя бы на дно канала. Ну. В первую очередь. Кого надо было сделать. Это. Личный плавсостав. Подводите. Той человек. Который там работал. И гражданское население. Балаклавское дерево. Оно было немногочисленное. В 60-е годах. Вместо. Мотивовое семь. Ну. От себя добавлю. Мне так кажется. Первый. Кто прибежал. За руководителя. За руковом партии. Балаклавского района. Не вамили. По своих колонишкам. Чемоданчиках. Над нами. Балка идет. Многие спрашивали. Что это за жилист. По этой балке. Бегали небольшие грузоподъемные устройства. Электротайки. Вышли. Бегатель. Барабанцы. Ведут крюк на конце. С аккумуляторной станцией. В районе Гритопа и площадки. Газа продавались аккумуляторы. Для замены. В лодке стоит дизель электрический. А каждый один аккумулятор весел 300 кг. Поэтому. В общем. Грузоподъемные устройства. Электротайки. Подавались. Новые аккумуляторы. Зарядки. Вот до вот этого момента. Государственская команда. Лодку протягивала по этой дорожке. У вас здесь. Видите. Трилетки. Пресная вода. Вода получала. Лодку. И вот два длинных. Больших рядов. Не снимает. В конце. Государственная команда. Лодка выгорела. И последнюю 100 метров. Лодка уже должна была пройти. Своим малым ходом. И выйти в южную часть. Пологландская группы. Выезжая. Все. Видите. Видите. Так как я сказал, что пологландская группа. В глубину уже до 50 метров. А под нами 8. Лодка могла выйти из этого канала. Последнюю 100 метров. Сразу идти по дорогу. И выйти в Черное море. Замось. Уже подходит на полосу. И будет снизу. Сейчас сделаю небольшой маневр. Я катерочек отверну. А перед нами тоже этот опор. Вернее то, что у вас там. В южный железобетон. Это затопленный стантор или железобетонный. А справа одна. Там такая большая ниша находится. Там лежали железобетонные плиты. Вон там. 8 штук. Одна на другой. С помощью специальных механизмов. Сначала выдвигался вот этот стантор. Вот такой. А на него выдвигали железобетонные плиты. С помощью специальных механизмов. И одна на другую добавили. До самого потолка закрывая южную часть канала. Вот такую конструкцию идем в южном этапе. Там идти в горло. А здесь как слоевый дорог. Мы с вами прошли 608 метров. И заметьте, вход в канал мы не наблюдали. Потому что канал имеет форму полумельца. Он сделан по дуге. Для чего? Объясняю. Представьте себе. Если бы ядерный взрыв. Проотшедший в северной части пункта. Разрушил бы вот тот потопок. В обратном. Куда и здесь нахлыне. Ворвется колоссальная силы. Взрывная морская волна. Вот если бы канал был бы прямой. Она бы не пролетела бы все 600 метров. За несколько секунд. И как бы бритва мощно посрезала бы. Посносила бы все рубки. Она бы будет что? Архитектно что придумал? Каналу надо придать форму закруглений. И слева на свете дорожка. Взять на бетонный кусок. По сути дела это достижение. Морская волна и япта закруглений. Во внешней части канала. И каждый раз отдыхается на эти перегонки. Где-то уже с третьей пути. На третьей части. В результате учитываю свой сбой. Все гениально просто. То есть прошла бы как по сферальному взрыву. Ну может быть. Первые пять снесла бы. А уже через последующие. Метром 30-50-100. Просто послали. Все гениально просто. Железобетонная откладка. В нижней части толщиной метр. Впереди уже пять метров бетона. Толщиной. Над нами уже бетон. Имеет высоту. Толщиной более 10 метров. Бетон с тому же еще и армировал. Арматурой. Толщиной 5 метров. Посмотрите. А вы еще учните тот факт. Мы сейчас с вами вообще-то находимся. Как недра горы. Над нами еще гора. Называется Тауна. В среднем над нами еще 120 метров. Сталь на пороге. Фактически объект предосядает. В врачебно-специалисты в этот объект должен был выдержать взрыв ядерной болды. В пять раз превышающий те, которые были брошены на хиросин и на досаде. Я вам напомню. На эти два города были брошены болды в 18-21 кг. Малыш и толстя. Вот. Дядя на заднем. А когда объект должен был выдержать взрыв ядерной болды в 86 кг. Пятикратный запас был. Пятикратный запас был. Сейчас мы с вами подошли к интересному такому моменту. Сейчас я его только-то покажу. Вот. Справа от нас подсвечен участок. Приготовил отсутствие. Вы увидите вот здесь какой-то скальный воротник, который состоит. Вся эта дара. В средний черпич. Два отверстия выстрелы. Вот. Приглядитесь. Сады руками. Ниже к дарам. Видите, да? В 54-м году, когда началось здесь строительство, военно-морские строители, Черноморского столбика, сталкиваются с проблемами. Вот эта ворота такая прочная, что их неотвойные молодцы не могли ничего выделить. Гуры постоянно ломались. И они сюда приглашают на помощь метростроителей Москвы с Лейнградом. И вот они что делают? У меня вот таких отверстий на сверху, шут 10. Это так называемый шум-шут. С глубиной туда примерно. И туда закладывали динамит. 10 дырок, один крык, направленный получался в бою. И образно говоря, кузов современного показащего. И вот таким методом зародных работ, за 9 лет строительства, по средним подсчетам, чтобы было вывезено 200 тысяч тонн горной породы. Голосальный объем. Вороды вывозила Балаклавская рыба управления. И с людьми вытащили. И вагоны разводились по всему территории Советского Союза. В 60-х годах, это эпоха глобальных строек. И прогрессы, грессы, города, дороги. Так что все еще не могут быть на первом этаже. Здесь на втором этаже находился штаб 14-й дивизии подводных логиков. Здесь раньше лестница была на второй этаж. Сейчас ее убрали. Штаб заэкономировали, законсервировали на всякий случай. Вот слева от нас интересный экспонат. Их колотов. Стоит в большинстве, но не надо. Это непонятно, каким ветром он сюда занесло. Но это колотов для спуска космонавтов соревнований. Но есть версия, что вот этот колотов использовали для тренировок подводников. На случай, если бы лодка затонула на малых губях. Прещина. Хочешь любить. А тогда? Да. Другая. То есть, когда этот колокол, куда в Мюнгарь садилось 3 человека, уропускали здесь одно канало, а там и 8 лет. На пол. И они отрабатывали действия по выходу с законувшего. То есть, вот это повредило и редакция групп. Вполне правда, оно подобное дело. Иначе, что тут у нас не было. Как я сказал, объект гуздавы экспонатации в 63-м году. Ну, вообще, практически, первая дизель электрическая лодка была дошла в 63-м. И вот последующие 30 лет, этот объект нормально выполняет свои задачи. Он спецотслуживается, он перемонтируется, он спецотслуживает. Все это происходило до 91-го года. В 91-м году развал Советского Союза. И вот к 91-му году практически все дизель электрической лодки в 33-м. В 33-м прошло. Конечно, устарели, обрешали. Многие были уже сданы, как правило, на Севастополь залетал лодку. И в 91-м году, ну, так совпало с распадом Севастопольского Союза, в 91-м году здесь оставалось посметье дизель электрическая лодка. А это она была уже привязанная. Вот это стоялось. С митиями оброшено. Чтобы ее обрезали на то, что будет там. И военно-морские силы для Украины принимают решение, эту лодку впоследствии отправить в МКО в ЛОП. Севастополь подходит в МКО в ЛОП. Все, объект остается с 91-го года без флота. В Украине тогда был полный, не полный финансовой системы. Не на что было задержать, ремонтировать. А раз нечего охранять, и охрана снимается от дюба. 100 человек секретного центра расформировывается. Все оборудование оттуда демонтируется. Слава Бога, они его не порезали, развезли по заводному севастополу. Все, объект покидается. Оставляется. И сюда направляются охотники в дальние залы. В 71-м году идет самый натуральный грабеж из командного войти. Чермет, Седмет, Кобеля, ТОП. Последние болты и жайки по карманам успешали. Они утоповую систему вентиляции оставили. Печально, но факт, так оно и было. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok